Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Горсовет отдал десятки пляжей в бесплатную аренду. Прокуратура против. Не следует прикрываться договорами про сотрудничество. Самоуправство охраны. Полиция расследует избиение одесситки в супермаркете. Ну и здесь, значит, появился человек, который меня избивал. Тайное собрание. В мэрии провели секретное заседание постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территории, городского дизайна и архитектуры. Об этом сообщил зампредседатель этой самой комиссии, депутат Горсовета Богдан Гиганов. По его словам, не было ни анонсов, ни оповещений. О самом заседании он узнал случайно, постфактум. И это неспроста, уверен Гиганов. Если даже меня не пригласили, то, скорее всего, вопрос, который вчера был рассмотрен в повестке дня, касался чего-то очень важного и, скорее всего, вопиющего. Скорее всего, речь идет о 30 гектарах земли, которые разрешают, так сказать, освоить двум частным компаниям в районе улицы 25-й Щапаевский. И, возможно, о разработке детального плана территории в границах улицы Терешковой, в районе Черемушки. Если скандальные вопросы все же попытаются протащить на сессию, депутат намерен оспорить их в суде из-за нарушения регламента. Вернуть одесские пляжи горожанам хочет областная прокуратура. Она подала сразу несколько десятков исков против Управления инженерной защиты побережья Горсовета. Основная претензия чиновники мэрии под видом заключения договоров о совместной деятельности фактически отдали пляжи в аренду бесплатно. Больше подробностей у Ирины Рогозянской. Аркадия Чайка. Пляжи от 13-й до 16-й станции Большого фонтана могут сменить хозяев. 36 исков против Горсовета и арендаторов пляжей подала прокуратура Одесской области. 22 из них – это иски о расторжении договоров о сотрудничестве. Фактически, они дают право на аренду, но бесплатно. Не следует прикрываться договорами про сотрудничество, за которые мне предприятия не сплачают деньги. То есть, полезнее было бы, чтобы договоры о аренде были, и правильнее, доцельнее, чтобы тогда эти арендеры, они сплачевали до местного бюджета, деньги за аренду берегозахистных споруд. Еще 14 исков прокуратуры напрямую против арендаторов. Пляжи хотят забрать у них из-за многочисленных нарушений. Не выполняются основные требования для этих договоров аренды. То есть, бывают такие случаи, например, когда предприятия еще не сплатили предприятия, и у них есть заборгованные с арендой. Или нет паспортов про открытие пляжей, или, например, нет угодения этих деревянных настилей с арендодавцем. Среди ответчиков и такие известные пляжи, как Лонжерон и Дельфин. Сами арендаторы считают, что выполняют все возложенные на них обязательства. Я не согласен, мы не нарушаем права, чистим пляж, выбираем по закону 30% для бесплатных гостей. В пяти случаях прокуратуре уже удалось выиграть суд первой инстанции. Отсудили по два объекта на пляжах Курортный и Дельфин, еще один в Аркадии. Иски по другим пляжам все еще находятся на рассмотрении в суде. Ирина Рогозянская, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Сбегала в Таврию. Полиция расследует дело об избиении одесситки охраной супермаркета. Мелкая проблема, которую можно было решить за полминуты, обернулась большим скандалом. Плохой день для Ларисы Петровны. На днях она вышла в супермаркет, чтобы купить сладкое для внука, а вернулась домой спустя час запуганной и побитой. Я хотела внуку купить, он все время просит что-то сладенького, мне говорит сладенькое. Принести бабушку сладенькое. Моя ошибка, возможно, что я не взяла тачку. Я чисто шла конкретно за каким-то одним продуктом. Она ненароком положила чай в сумку и забыла за него заплатить. Когда Лариса Петровна рассчиталась на кассе, ее сдержала охрана. То, что было дальше, звучит совершенно дико. Вместо того, чтобы быстро забраться с оплатой, охранники заперли женщину в пособке и стали ее бить. Ну и здесь, значит, появился человек, который меня избивал. Вас посадят, вам там, это вот, три года тюрьмы там. Он начал меня уже прикладывать, рука прикладывать. Он начал меня бить сразу по щекам. В конце охранник плюнул женщине в лицо и ушел. Лариса Петровна платила забытый чай и поспешно покинула магазин. Ее родные не согласны оставить инцидент без последствий и написали заявление в полицию. Администрация магазина отрисает даже сам факт избиения. Грехи других вы все стремитесь осудить. Начните со своих и до чужих не доберетесь. Ссылаться на то, что, ой, я забыла, у меня там склероз, я старая, то где есть четкое видео, что она смотрит по сторонам, рассматривает полчаса этот чай, одну пачку, вторую, дорогой чай. В ЖБ-коробке. Прячет в сумочку, просматривает по сторонам. Директор магазина так не смог показать это видео ни журналистам, ни родственникам потерпевшей. Правоохранители открыли уголовное производство о нанесении легких телесных повреждений. Назар Бурхан, Андрей Диченко, Седьмой канал. Перекрыли дорогу для грузовиков. Жители кооператива «Заря» в районе Большой долины на несколько часов заблокировали движение по трассе. Люди возмущены тем, что водители машин-зерновозов устроили стоянку вдоль их домов, чем создают массу проблем местным. На блокаду вышли вечером, когда температурный режим позволяет грузовикам двигаться по дороге. Подробности в сюжете далее. Дорога между Малой и Большой долинами Видеопольского района. Фуры-зерновозы стоят в четыре ряда. Дорогу им перекрыли около 30 человек. По словам жителей кооператива «Заря», им надоели плотные ряды грузовиков вдоль дороги. Мол, ни пройти, ни проехать, дорога разрушена и вообще одни проблемы. Весь мусор у нас под заборами. Приводит женщин. Да, у нас также слышны неоднозначные звуки и крики и вопли. Вы можете дойти до середины зари, вы почувствуете, ну вот послушайте на этот шум. Здесь можно спать, скажите просто. Это всю ночь. Плюс еще они периодически проезжают и делают так фа-фа. Разгрузился, попрощается. Это два ночи, три, четыре, пять. Водители оправдываются, вынуждены стоять вдоль дороги не по своей воле. Потому что очередь на регистрацию. Я же не могу своих товарищей объехать. Я такой же, как и они. А сколько по времени приходит состоять? Последние два дня очень долго. Сотни грузовиков собираются в этом районе каждый год в сезон уборки урожая. Везут сельхозпродукцию, в том числе на Ильичевский зерновой терминал, расположенный поблизости. На мое мнение, на мое глубокое приканание, все это безобразие творится из-за руководства зернового терминала. Потому что они не могут обеспечить размещение своего транспорта на определенных парковках. Их всего четыре. Я объездил все четыре парковки в Большой и Малой долине возле судоремонтного завода. Мест для груза... для... много. Прошло два часа после того, как дорогу перекрыли. Решать вопрос с митингом приехали сотрудники службы безопасности Черноморского зернового терминала. Обещают оперативно решить проблему. То, что люди перекрыли дорогу, это, естественно, неправильно. Это тоже порушение. Но и порушение с боку водеев. Мы считаем, что необходимо выйти из этой ситуации таким шляхом. Мы сейчас выставили в Александровке нашу людину, те, кто едут, ну, наших споробитников охраны, и те, кто едут на ИЗТ. Мы машины там в Александровке з'ясовываются, вот з'ясовывалось зараз, что площадка вольная. Мы встретим все эти машины и поставим там. То есть проблем никаких не будет. Я не вижу тут никаких проблем. Уже люди туда поехали с журналами зустричать, регистрировать их. После того, как людям пообещали убрать фуры от их домов, пикет закончился. А фуры стали по одной проезжать в сторону зернового терминала. Чтобы не было слабостровки на перекрестке, пускаем потихоньку машины в промежутке времени, чтобы вы видели, люди жаловались, приехала представитель ИЗТ. Они пообещали народу, что не будут этих машин. Будем на это надеяться, будем смотреть за порядком. Если ситуация возникнет снова, люди готовы опять перекрывать движение. Александр Полуев, Игорь Казанжи, Седьмой канал. За первый месяц без виза в страны Шенгенской зоны по биопаспортам съездили больше 120 тысяч украинцев. Это 5% от всех граждан, которые пересекли границу в период с 11 июня. Для путешествий по Евросоюзу чаще всего украинцы выбирают авиаперелеты. На втором месте это те украинцы, которые приткнули кордон до ЕС на территории с Польшей, потому что это наибольшая территория с европейской страной. У нас таких близко 25%. И на третьем месте это Угорщина. Это приблизительно на уровне 13% от общей количества тех, кто использовал без виза. Сначала действия безвизового режима. Отказ во въезде в страны ЕС получил 51 украинец. Причин их, так как было, так и остается двое. Первое – это превышение термина перебывания в странах ЕС в период с предыдущих поездок. И вторая причина – это то, что украинцы не смогли подтвердить мету своей поездки, уже перебывая на кордоне европейских стран. Разобраться с контрабандой и коррупцией на таможне поможет техника. Об этом в эфире Седьмого канала заявил начальник Одесской таможни Александр Власов. По его словам, достаточно оборудовать терминалы автоматическими весами и сканерами. Они способны без вмешательства людей обследовать грузы с минимальной погрешностью. А еще проверять номера машины и личности водителей. Потратив на это все около 50 миллионов евро, государство раз и навсегда забудет тему борьбы с контрабандой и перемещения груза в контейнерах по другим наименованиям. Минздрав добавит в список доступных лекарств до 50 новых препаратов. Об этом заявил вице-премьер-министр министр Павел Розенко. По этой программе люди с астмой, диабетом и сердечно-сосудистой заболеваниями могут получить медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой. Расширить перечень лекарств обещают к августу. Теперь реестр будет насчитывать около 200 различных препаратов. В этом новом перелике будут представлены как производители из Европейского Союза, 22 производители из Европейского Союза, 17 производителей из Украины и 5 световых производителей. В Одесской области по программе доступные лекарства выписали уже 200 тысяч рецептов. Этот показатель один из самых невысоких в стране. Утаивание и недосказанность. Одесский горсовет скрывает информацию о работе транспортной сферы города. На сайте муниципалитета нет ни документов участников, ни результатов конкурсов среди перевозчиков, нельзя также найти уже заключенные договоры, паспорта маршрутов, отчеты о прибыли и не только. Хотя на сайтах других городских советов почти вся информация есть. Таковы результаты всеукраинского мониторинга, проведенного при поддержке ЕС. Повышение цен на проезд в Одесском общественном транспорте эксперт считает необоснованным. Средняя сегодня по Украине – это 4 или 4,50. Это средняя цена в маршрутных перевезениях. В электрическом транспорте – это средняя цена 2 гривни. Поэтому умножите на те миллионы, которые взлетают протягом года Минская Рада, помножьте даже на 75, на 50 копеек, и вы являете себе вот тот кошек, который добротный. По словам Анатолия Стояна, при нынешней стоимости проезда город мог бы куда эффективнее обновлять коммунальный транспорт, ну а еще заставить перевозчиков следить за состоянием и безопасностью маршрутных такси. Терпение и труд до Евровуза доведут. В Одессе представители образовательные, представили образовательные возможности университетов ЕС в сфере кино и искусства. Вариантов зарубежных вузов и школ много. Сориентироваться в выборе и подаче документов помогут в офисе Erasmus+, программы, которая поддерживает образовательные проекты со странными партнерами. Минимальный багаж для поступления – это степень бакалавра, пакет документов и целеустремленность. Очень много программ, которые открыты. И эти программы постоянно действующие, направлены на то, чтобы все-таки наши молодые люди и наши люди, которые работают в сфере искусства, могли наладить партнерские отношения, учиться, развиваться, предоставлять совместные проекты, получать финансирование. ОМКФ подходит к финалу. Фестивальная неделя ознаменовалась ажиотажем на кинопоказах, высоким качеством фильмов, международной конкурсной программы и большим интересом к новому украинскому кино. Топ самых рейтинговых кинопоказов фестиваля в сюжете Юлии Федоровой. Двери во дворец еще закрыты. Предыдущий показ не закончился, но зрители уже занимают места в длинной очереди. По меркам ОМКФ 2017 она еще небольшая. Билеты заканчиваются очень быстро. Если в прошлые годы можно было взять в день даже фильмы, то сейчас уже за день утром уже нет. Почти на всех фильмах аншлаги. Больше всего людей хотят попасть на показы международной конкурсной программы и галопремьеры. У нас 36 стран представлены вообще в программе, 4 континента. Есть европейские фильмы, азиатские, американские и даже у нас один африканский фильм. Мы хотим отражать разнообразие современного, не только современного кино. Фильм, на который попали только избранные. Провокационная драма Франсуа Азона «Двуличный любовник». Билеты и пригласительные на показ исчезли еще за несколько дней до премьеры. Это хорошие имена, которые говорят сами за себя, типа Софии Кополы. Во-вторых, это престижные призы самых больших фестивалей мира, которые тоже говорят сами за себя. Фильм, о котором говорят только с восторгом. Польско-британская кинолента «Ван Гог с любовью Винсент». Это первый в мире фильм, полностью составленный из картин. Его авторы нарисовали 65 тысяч кадров на тысячи полотен. Это фильм, это настоящая детективная история, которая разворачивается в картинах Ван Гога, в которой проясняется причина гибели художников. И, в принципе, от начала до конца это просто потрясающий, красивый фильм. Ты одновременно наслаждаешься картинами, узнаешь что-то новое. Опа, вот тут звездочки, вот тут цветочки, а вот этот самый старик. Больше всего зрителей собрал фильм Софии Кополы «Роковое искушение». Американский драматический триллер с Николь Кидман в главной роли. Очередь была настолько большой, что растянулась вокруг всей площади возле театра музыкальной комедии. Насправді трошечки важковато, например, коли вхід за бейджами и за квитками одночасно, то там трошки выникают питания с рассадкой людей. Индии там на сходах сидят, ну таке. Фильм «Ожидание» ОНКФ-2017. Шведская драма Рубина Эстлунда «Квадрат». Обладатель золотой пальмовой ветви юбилейного Каннского фестиваля. Ее покажут в пятницу в девять вечера. Пригласительные билеты на фильм уже исчезли. Юлия Федорова, Евгений Ячменцев, Седьмой канал. На этом у нас пока все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Завтра будет уже другой день и другие новости. Поговорим с вами о них в этой студии ровно с двух часов дня. Включайте седьмой и будьте в курсе.